Дружным строем с яркими плакатами «Мы за безопасное движение», соблюдая ПДД, студенты переходили проезжую часть по зебре, рука об руку с маленькими пешеходами. Всего в акции «Заметный пешеход», которая проходит по всей Московской области с 24 по 28 сентября, в рамках «Недели безопасности» приняли участие около 70 человек. Воспитатель детского сада номер 10 «Ласточка» Елена Ластевка пришла на акцию с воспитанниками старшей группы детского сада. Сотрудничаем не первый раз, у нас такие акции проходят часто с инспекторами. Мы проводим разные мероприятия в детском саду и также участвуем в выходных, выездных акциях. Цель акции – напомнить пешеходам и водителям о культуре поведения на дороге и научить совсем маленьких пешеходов переходить дорогу правильно и безопасно. Спасибо вам большое за помощь, которую вы сегодня нам оказали. Все на вас обращали внимание, видели, как улыбались вам водители, ручкой вам махали и вас пропускали на пешеходном переходе. Вы все у меня красивые, яркие, заметные. Я хочу, чтобы у вас каждому достался вот такой вот световозвращающий значочек. Инспектор ГИБДД Ирина Чекмарева напомнила, что даже в дневное время, особенно детям, желательно носить яркую одежду, а в темное время суток пользоваться жилетами со световозвращающими элементами, специальными брелоками или наклейками. Если у нас пешеход находится в темное время суток в темной одежде, водитель его не видит даже на расстоянии 50 метров. А если на нашем пешеходе одет световозвращающий элемент, ну, предположим, брелок даже, если расположить на куртке, то водитель увидит этого пешехода на расстоянии 200 метров. Поэтому вот думайте сами, наша безопасность, она зависит только от нас. Первокурсник Московского регионального социально-экономического института САБА Кварджейшвили, принявший участие в акции, считает подобные мероприятия очень полезными именно для детей младшего возраста. Для детей изначально в детском возрасте 5-6-7 лет, когда они еще в детских садах учатся, я считаю, что нужно какие-нибудь фазы задавать, чтобы они понимали, что как устроено, и чтобы они рисковали своей жизнью и жизнью остальных людей. Я стараюсь, если есть такая возможность, я стараюсь либо ребенку, либо пожилой женщине, или, ну, неважно какой пол, я стараюсь как-нибудь помочь. Валерия Борейко, учащаяся колледжа МРСИ, тоже считает такие акции полезными, хотя сама еще не приобрела световозвращатели. Детей не замечают на дорогах и обычных взрослых людей, поэтому это очень здорово, и я рада, что я приняла сегодня в этом участие, познакомилась с детьми, которых мы сопровождали. Как отмечают все участники акции, увы, световозвращающие элементы в темное время суток по-прежнему используют очень редко, не задумываясь о возможных последствиях. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов. Видно это вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова